...производить меня в Казахстан по политическим масштабам. Если весь социал интернет, если готовы получить интервью от первых рук и услышать, как и каким образом украинские службы вступили в коррумпированные сделки с казахстанскими спецслужбами, я готова предоставить полную информацию. Здорово, журналісти, мы сьогодні хотели потрапить на прес-конференцию до президента Зеленського, чтобы прямо президенту донести эту божевольную историю. Кромадянка Казахстану, опозиционная журналістка Жанара Ахметова с 2017 года пребывает в Украине и не может иметь с этого времени статус беженца. Вчора вона дізналася, що Касаційний суд відхилив її апеляцію до Державної міграційної служби України. И теперь буквально с дня на день її можуть экстрадувати до Казахстана, где на ней чекатимуть тортури, где на ней чекает увязнение, где всех таких, как она в Казахстане давно пересаджали або убили. Мы требуем не допустить экстрадиции Жанара Ахметовой та надати їй та її дитині захист в Україні. Уважаемые журналисты, я тоже журналист, я ваш коллега, я обращаюсь к вам за поддержку. Ваш голос, ваше участие может спасти нам жизнь. День или два решиться беззаконие здесь, на территории Украины. И если по отношению к нам принимают такие незаконные бандитские меры, бандитские по-другому нельзя называть, это был бандитский суд Верховного суда, и если по отношению к нам принимают такие бандитские меры, то их будут принимать и по отношению к вам, к украинцам. И я не думаю, что вы ради этого стояли на Майдане. Те меры, которые беспрецедентно в отношении меня осуществляют три года украинская миграционная служба, суды и полиция, называются коррупционными. И я готова дать любому журналисту развернутое интервью, как это происходит, кто за этим стоит, для чего это все делается, и почему казахстанские спецслужбы не устают оплачивать коррупционеров Украины. Это все я готова вам рассказать. Пожалуйста, примите участие в нашей судьбе. Не позвольте коррупционерам Украины и казахстанским спецслужбам казнить нас на родине за то, что мы хотели справедливости, за свободу слова, за свободу самовыражения. Не позвольте им осуществить бандитскую экстрадицию, абсолютно незаконную, с попиранием всех прав. Я готова каждому изданию дать интервью. Здесь, в Украине, развернута огромная работа против казахстанских политиков, против казахстанской оппозиции. Эта работа поддерживается три года, сколько я здесь нахожусь, и поддерживается на очень высоком уровне. Оплачивается, поддерживается в СМИ, поддерживается в прокуратуре, в судах, в миграционной службе. Везде создают огромное давление на маленькую кучку журналистов из Казахстана. И парламентарии Италии, и конгрессмены Соединенных Штатов, все международные правозахисные организации висловились на ее поддержку. Американский хельсинский комитет висловився на поддержку Жанари Ахметовой и закликав украинскую владу надать ей беженство. Організація «Репортери без кордоней» висловлювалась много разів на защиту Жанари Ахметовой. Но украинская влада чему-то не чует этих закликов, а лишь чует пропаганду тоталитарного режима Казахстана. И повторяет все эти наклипы на Жанару Ахметову. И если сейчас происходит экстрадиция Жанари до Казахстана, то это будет знаком того, что украинская влада співпрацюет с авторитарными режимами, вместо того, чтобы співпрацювать с демократическими державами и международными организациями. На защиту Жанари Ахметовой также висловливался специальный представитель ОБСЄ на защиту свободы слова. Ее дело описывалось в документах ООН. Это очень известная женщина, которую знают и в Украине, и за кордоном. И, на превеликий жаль, очень власть Казахстану вона заважает. И поэтому мы уже вимушены приступать до таких заходов и просто стоять с плакатами тут, в надежде, что кто-то увидит, и кто-то отгукнется, и эта справа будет наконец завершена. И Жанар Ахметова разом со своим сыном получает в Украине защиту. Украина, поддержи казахстанскую позицию. Мы призываем граждан Украины поддержаться. Мы хотим напомнить вам, что наш президент, Касим Жамар Такаев, не считает Крыма аннексией. Он считает, что это слишком тяжелое слово для нас. Что произошло, то произошло. Таков был его ответ по Крыму. Я хочу напомнить вам, что Казахстан никогда не поддерживает никакие резолюции по Крыму, по Украине, в ООН и в других международных инстанциях. Казахстан сегодня является первым и основным стратегическим партнером Владимира Путина. Казахстан сегодня является той страной, которая вместе с Россией готова содействовать оккупации Крыма, оккупации Украины. Поддерживает это на международном уровне. Поддерживает своего партнера Путина. И мы сегодня в Казахстане, казахская оппозиция, мы все под угрозой депортации, экстрадиции и расправы на родине. У нас на родине убивают оппозиционеров. Только за последние три месяца погибло три активиста. Все они погибли по вине насилия полицейских. Все они погибли за свои убеждения и за участие в нашем движении. Демократический выбор Казахстана. Вот за все это Казахстан должен отвечать перед судом международным. А нам украинский коррумпированный суд сообщает, что эта страна является безопасной. Тайна во время карантина выносит абсолютно бандитское решение на плевах на решение Верховного Суда, на четыре решения апелляционных судов, которые все развернуты доказательно в мою пользу, говорили о том, что меня преследуют по политическим мотивам. И вот вчера мы получили вероломно составленное во время карантина решение, которое полностью отменяет все предыдущие наши достижения. И Казахстан меня депортировать могут в любое время прямо во время карантинных мер. У меня на футболке зараз портреты тих людей, деяких людей в Казахстані, яких переслідують за статтею экстремизма. В Казахстані переслідують за цією статтею всіх, хто опонує тоталитарній владі. Будь-яка людина, яка вийшла би на такий або подібний протест в Казахстані, наступного дня вже була б притягнута до кримінальної відповідальності за экстремизм. И я не хочу, чтобы Жанера Ахметова, если она вернется в Казахстан, села за экстремизм. Я не хочу, чтобы ее дитина была переслідувана за то, что ее мать так звана экстремистка. Я не хочу, чтобы Украина співпрацювала с этим бандитским режимом, который является дружным режимом до режима Кремля. Тому я закликаю владу України не допустити экстрадиції Жанару Ахметову, зробити правильное решение. В первую очередь, это относится Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура не может выдворить Жанару Ахметову из Украины. Это порушает все народные протоколи, все международные договоры, которые подписала Украина. Это порушает права человека. И мы этого не допустим. Ни экстрадиції! Ни экстрадиції! Украинцы, я призываю вас не мириться с тем, что в ваших судах процветает коррупция. Не мириться с тем, что ваша власть ручкается с тоталитарным режимом Казахстана. Вы, наверное, не в курсе, но сегодня у вас в ваших министерствах работают казахи коррумпированные, бывшие сотрудники наших министерств, люди, которые состояли в Нуратане и верно служили Назарбаеву, самому коррумпированному тирану, диктатору на территории страны СНГ. На сегодняшний день Назарбаев вывел из страны более 300 миллиардов долларов. 30 лет он грабил свой народ. 30 лет! И до сих пор он является полноправным владельцем Казахстана. Президент Такаев – это просто мебель, пустое место, которое он сидит номинально, которого назначили вопреки тому, что тысячи людей стояли на площадях и требовали справедливых выборов. В Казахстане 6 тысяч человек были арестованы на выборах прошлого года. Это немыслимая цифра, немыслимая. И те преступления, которые устраивает Казахстан против выбора, против свободы слова, против своих граждан, они тоже немыслимые. И меня сегодня преследует украинская власть вместе с казахстанскими спецслужбами за то, что мы хотим иметь достойный выбор, самостоятельно выбирать президентов, самостоятельно выбирать депутатов, за то, что мы хотим избавиться от коррупции, за то, что мы хотим построить демократическое общество, парламентскую республику, за свободу слова и свободу самовыражения. И вот это все, ваша власть поддерживает, ваши суды из раза в раз обходят те решения, которые уже были приняты и при этом вступили в законную силу. Миграционная служба Украины умудряется каждый раз быть выше законодательной власти Украины. Миграционная служба, это служба, которая подчиняется напрямую Арсену Авакову. Его полицейские, его миграционщики нас преследуют, нас преследуют тетушки, нам устраивают облавы, меня дважды пытались похитить здесь, на территории Украины. И сейчас это дело рук миграционной службы, то, что мы пытаемся прорваться через коррупцию миграционной службы, которую возглавляет Арсен Аваков. Это тоже коррумпированные чиновники, это тоже вам не нужны украинцы, вам не нужны коррумпированные чиновники, вам не нужны коррумпированные полицейские. Вы должны бороться за то, чтобы в вашей стране не было этой коррупции. Мы знаем, что такие решения не могут приниматься просто так. Полный бандитизм и беззаконие. Неужели вам нужна такая страна? Донесите наши слова до президента. Журналисты, мы вас очень просим, добейтесь, чтобы нас услышали. Спасибо. 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 Спасибо.